Друзья, привет! С вами Станислав, магазин Гироскутер Шоп. Вы просили, мы снимаем новинку, встречайте Dualtron Thunder 3. Сегодня мы его распакуем, посмотрим, что идет в комплектации, на что он способен. Поехали! Это новинка, мы первые в России, кто их сейчас привез. В общем, хотим с вами поделиться, сейчас распакуем данный самокат. Это Dualtron Thunder 3 от компании Minimotors. Сейчас вы видите прессовую коробку, как она выглядит. С этой стороны у нас здесь указана габарит ее полностью. Габариты коробки 1270 на 370 655 миллиметров. Вес составляет 51,2 килограмма, в коробке 57,4. Поставляется вот в таком виде. Сейчас мы откроем, посмотрим, что уходит в комплект. Ну и конечно же, не переключайтесь, будет полный обзор. Расскажем, поделимся с вами, познакомимся вместе с этим самокатом. Так, здесь у нас с вами идет инструкция. Инструкция на бортовой компьютер, на весь сам самокат. Какой-то флайер. Так, зарядка. Ну что у нас зарядка порадует? Ну, как всегда, на самом Minimotors в своем репертуаре. 72-х вольтовый самокат. Это максимальная комплектация на 40 ампер часов. В комплекте зарядка на 1,4 ампера, ребят. Ну, это, конечно, это в стиле Minimotors. Ничего не скажешь. Так, что у нас в комплекте еще идет? Шнур. Шнур к зарядному устройству и, как понимаете, какой-то, наверное, пульт, предполагаю. Или мультитул. Да, мультитул. Minimotors'кий мультитул с карабинчиком. В общем, сделано в стиле Minimotors. Комплектацию мы с вами посмотрели. Достаточно, скажем так, не жирная, нечем похвастаться. Ну что, перемещаемся на улицу, посмотрим, на что способен самокат, покатаемся и поделимся своими эмоциями. Поехали. Ну что, перенеслись мы на улицу, собрали данный самокат. Распаковку увидели, что в комплекте идет. Ну что, ребята, красавчик, на самом деле, самокат. Просто зверюга. Внешне брутально, как всегда, в стиле Minimotors. Визуально мне он очень нравится. Что думаете вы, оставьте, пожалуйста, ваши комментарии. Я сейчас в магазине, пока ехал сюда. Попробовал, конечно же, я ехал на нем. Ощущение не передать слова, не написать на бумаге. Это надо попробовать. Поэтому, друзья, приезжайте. Пока в наличии они у нас есть. Те, кстати, те клиенты, которые делали предзаказ, приезжайте, забирайте ваши аппараты. Они готовы. Вот, свободные есть тоже, но осталось их не очень много, потому что товар дефицитный, сами знаете. И, соответственно, на них очередь стоит. Ну что, давайте знакомиться с этим аппаратом, покатаемся, не переключайте дальше больше. Начнем с чего? Глаза разбегаются, язык заплетается. Не судите строго, потому что сам ошарашен от этого самоката и от его возможностей. А возможностей у него очень много. Данный самокат у нас идет полноприводный, аккумулятор 72-х вольтовый на 40 ампер часов. По заявлению производителя максимальная скорость до 100 километров в час. Но, честно, забегу наперед. Я замерять скорость не буду, потому что 100 километров в час бешеную скорость. Если вам, друзья, нужно замерять скорость, приобретайте, замеряйте, катайтесь. Но по ощущениям и по общению с заводом, на самом деле он выдает, со слов завода, даже больше 100 километров скорость. 40 ампер часов, повторюсь, LG аккумуляторов. И, как завод заявляет, максимальный пробег на данном самокате, как вы думаете, сколько? До 170 километров. Согласитесь, это бомбический запас хода. Поэтому здесь нечего сказать. Это просто аплодисменты компании Minimotors. Потому что, вы сами знаете, Minimotors это папа среди всех мощных электросамокатов. И всегда задает и задавал тренды для полноприводных самокатов. Давайте забежим немножко, вернемся к истокам. Да, я начну немножко с истоков вообще компании Minimotors. Мы с Minimotors мы работаем вообще давно. Какое-то время мы с ними взяли паузу, не работали. Сейчас мы опять с ними начинаем работать плотно. Так вот, компания Minimotors, они очень давно на рынке. Это корейский бренд. Кто не знает, просто небольшую предысторию. Завод основной находится в Корее. Также у них большой завод находится в Китае. Глава компании Mr. Kim, который возглавляет данный концерн, сам участвует в производстве. Скажем так, контролирует, старается весь менеджерский состав. У них своя разработка. И это единственный завод, фабрика, которая 98% со всех комплектующих, которые составляют самокаты, их производят сами. То есть, представляете, вообще в Китае большинство заводов просто перекупают какие-то комплекты, запчасти и собирают самокат. Так Minimotors, это, соответственно, практически весь комплект, кроме аккумуляторов и некоторых еще компонентов, они закупают. Остальное, все, рулевые части, опоры для ноги, крылья, все они делают сами. Это на самом деле очень большой показатель к тому, что компания относится очень серьезно к своей продукции. Но опять же, есть определенный момент, когда распаковывал, вы видели, что в комплекте до сих пор идут зарядки, ну просто смешные. 1,4 Ач, ну это, конечно, смех. Но тем не менее, что есть, то есть. Ну что, ладно, от истории перейдем уже к реалии самоката. Как вы видите, сказал вам скорость и пробег. Мощность мотора колеса в номинале идет по заявлению производителя 5 киловатт в пике. Честно, я могу ошибаться, потому что самокат только сейчас я знакомлюсь. Если я ошибся, не судите строго, поправьте меня в комментариях. Как заявляет производитель, в номинале 5 киловатт в пике, свыше 10 киловатт он выдает. На самом деле, запасы здесь и мощности, это просто космос. Ну что, давайте начнем с рулевой части, что мне сразу в глаза так же бросилось. Рулевая часть вообще отличается кардинально от всех предшественников самокатов, от вторых тандеров, просто от первых тандеров. Тоже самый складной механизм, другой. Как помните, всегда был стакан такой, который короткий, постоянно люфт, какая-то история. Вот это все есть. Большинство фанатов дуалтрона, дуалтрончики меняли заказы стальные, больше по размеру усилили, соответственно стали. Здесь у нас уже система немножко другая. Касаемо люфта, здесь вообще ее нет сейчас по ощущениям. Ход такой есть, это нормальная история хода рулевой. Как у нас складывается сейчас, в принципе, как большинство новинок среди самокатов, здесь у нас есть такой флажок. Нажимаем эту кнопочку, оттягиваем к складной, по бокам две кнопки, зажимаем, складываем. Все, пожалуйста, мы его сложили рулевую, все готово. С точки зрения сам руль, как у нас выглядит. Сам руль стандартный, в стиле мини-моторс, здесь изменений нету. Достаточно компактный, удобный. Все также складывается для компактной транспортировки, переноски. Все идет в том же ключе, как и был. Бортовой компьютер. Ну, бортовой компьютер вы сами все видите. Это в стиле последних версий вообще дуалтронов. С правой стороны у нас с вами курок. Как вы видите, самый старый добрый мини-моторс курок. Стандартного формата он изменен, его нету. Здесь просто такая голова мини и сам курок. Нажимаем газ. Система торможения гидравлика, нут, над, кто его как называет. И с левой стороны блок управления светом, сигналом. То есть сигнал мощный, как всегда. Подсветка, аварийка, поворотники. Все это в комплекте идет у вас красивый яркий самокат. С правой стороны у нас стоит кнопка турбо. Пока еще не разобрался. Как я понимаю, наверное, самокат будет работать на пиковые мощности. Всегда он работает без исключения на полном приводе. Здесь нет возможности отключения. Это правильно по фарам. Фары я считаю, что поставили вообще просто бомбически. Сейчас просто лето уже, яркий свет дневной и не видно так. Но мы заснимем отдельно сейчас в темное время суток. Магазин, когда вернемся, освещение великолепное. Мне очень нравится. В комплекте у нас с вами идет уже установленный демпфер. Но учитывая того, что эта зверюга может разгоняться до 100 километров и, соответственно, таким большим пробегом, то демпфер, конечно, вещь необходимая. Здесь уже он идет в комплекте. Обратите еще внимание, на что это на клиренс. Клиренс – это просто отдельная песня. У меня вопрос не то, что там, где он проедет, а там, где он не проедет. Мне кажется, он проедет практически везде. Стандартно у нас с вами два гнезда для зарядного устройства. Здесь у нас кнопка с вами подключения-отключения с головного питания. То есть мы здесь блокируем и полностью отключается питание. По фарам здесь у нас аварийка стандартная. Сзади орлиный глаз тоже. Здесь у нас с вами переднее освещение тоже есть. И здесь мы с вами можем регулировать, видите, настраивать угол наклона, то есть рычага. То есть можно его настраивать. С точки зрения подвески – подвеска стандартная, мини-моторская. То есть здесь изменений нет никаких. То есть эластомеры мы с вами можем здесь менять помягче, пожестче. Штатно стоят они среднего формата, как заявляет производитель. У меня прямо внутри такие немножко эмоции зашкаливают. От такого видно, потому что давно такого приятного мощного самоката не видел. И самое главное, знаете, что сейчас в глаза бросилось, это то, что наконец-то мини-моторс делает нормальные крылья, по крайней мере заднее нормальное крыло. Обратите внимание, он полноценно длинное, закрывает полностью колесо. То есть ничего лететь вам на спину, на ноги не будет. То есть вот такое у нас с вами полностью закрывает. Все в этом плане будет четко и без проблем. Катафод установили на Dualtron стандартно. Здесь у нас, кстати, опор для ноги, ручки для переноски, они интегрировали стоп-сигнал. Кстати, тоже очень красиво смотрится. Шкурка у нас с вами прорезиновая сверху стоит. Фиксатор здесь, когда мы с вами складываем, у нас можно нацепить, да, это крючок. Как вот, в принципе, на всех Dualtron, это здесь на рулевой уже установлен флажок такой, который цепляется и держит, то есть для переноски, для поднятия возможных. Вес самоката 51,2 килограмма, это в собранном виде, в коробке, как и ранее показывал вам, 57,4, если не ошибаюсь. Что, давайте с вами покатаемся, посмотрим, потому что уже хочется его оседлать, поездить. Пока, на самом деле, честно скажу, это непривычно с точки зрения того, что на бортовом компьютере, когда раньше стандартные мини-моторские были, было привычно переключение скорости на ходу. Сейчас пока оно не привычно, потому что надо руку убирать одну и менять скорость, да, то есть ставить там четвертую, пятую, третью, то есть одну руку убираем. А учитывая того, что данный самокат мощный, полноприводный, тут надо быть аккуратнее и приноровиться к этому. Потому что одной рукой управлять такой самокат, это нереально. Ну, то есть, возможно, конечно, но небезопасно, не рекомендую. И обязательно, конечно же, не забывайте одевать кипу, шлема, черепаху. Я всегда, когда катаюсь просто на самокате, сейчас, понятное дело, на обзоре я без черепахи и без шлема пока, потому что я не замеряю скорости на больших скоростях, не еду и не выезжаю на дороге общего пользования. Но, если я выезжаю кататься, да, там, то я сюда одеваю полностью кипу. Тянется самокат, конечно, сказочно. Ну что, говорит, 72 вольт, мини-моторс, по-другому и быть не может. Ну что, съедем, сейчас посмотрим. Ну, как и говорил, что клиренс здесь космический, проблем с этим нету. Он проедет везде. Самокат себя ведет великолепно. На самом деле, то, что я сейчас бордиру съехал и заехал обратно, но это капля в море для него. Просто хотелось как небольшое такое разнообразие ввести для данного видео. Но, сами понимаете, этот аппарат способен на многое. Что касаемо, кстати, тормозов, тормоза, как сказал, гидравлика, тормозной диск 160. Вот такой вот красавчик получился у нас с вами. Сейчас у нас с вами такое быстрое видео для того, чтобы, скажем так, вас проинформировать о том, что появились данные самокаты. Мы заснимем отдельное видео еще с полным разбором. Покажем вам аккумулятор, покажем вам контролера, что внутри стоит вообще, как установлен и, соответственно, более подробный обзор. Сейчас это у нас такое ознакомительное. Повторюсь, для того, чтобы вы, друзья, знали, что уже эти самокаты есть. Приезжайте, забирайте, покупайте. Количество ограничено. Осталось свободных не очень много, поэтому вас жду у нас в магазине на тест-драйве. Магазин находится у нас в территориальном метро 1995 года. Это Большая Декабрьская 3, страна 1, торговый центр «Электроник» на Пресне. Очень много разных самокатов, в том числе и новинок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, потому что дальше очень много интересного будет, и в том числе новинок, и обзоров. Мы делимся своим впечатлением и мнением с вами. Не судите строго, мы не профессиональные какие-то там блогеры, поэтому говорим просто от себя, как есть, по-простому. Ну а с вами был Станислав, всем удачи, пока-пока.